Добрый день! Поскольку все мы влипли в историю, то хорошо бы знать в какую именно. Итак, с вами я, Владимир Свержин, и программа «Однажды». Каждый из нас наверняка помнит очень популярный недавно лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Многие даже помнят, что «Пролетарии» — это хозяева труда, собственно говоря, рабочие. Однако же немногие помнят, что в действительности означает это слово. То есть да, действительно, древнее латинское слово «Пролет» означало «производитель». Однако же оно ничего общего не имело с трудовым элементом римского общества. Более того, производили данные люди потомство и ничего более. Дело в том, что пролетариями в Риме называли совершенно нищих, но имеющих все политические права граждан, которые не занимались ничем, ожидая тех самых хлеба и зрелищ, которые богатые римляне, выбирающиеся на государственные должности, время от времени подкидывали народу. Таким образом, каждый из них становился ценен, ибо чем больше у него было детей, тем больше голосов со временем получал тот или иной римский вельможа. Так что «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — очень странный лозунг.